Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Фазинда Репкина. Сегодня мы проращиваем гладиолусы. Надо сказать, что способов много, но каким бы вы ни пользовались, в любом случае сначала их нужно очистить от шелухи. У меня осталось их два всего таких, которые нужно очистить. Остальные я уже почистила для ускорения процесса. Вот на них и рассмотрим. Аккуратно чистим шелушинки. У каких-то луковичек много, у каких-то мало. Чистить нужно для того, чтобы проверить, насколько жизнеспособна луковичка, нет ли у нее каких-нибудь болезней. Ну и я думаю, что так быстрее все-таки она начнет прорастать. Прогреваться будет лучше. Ну и, конечно, за шелушинами не спрячутся у вас никакие вредители, типа трипсов или еще каких-то. Чистить старайтесь очень аккуратно. Потому что вот центральная почечка, вот здесь вот, в центре, ее нужно не повредить. Еще есть один момент. Если у вас что-то не счищается окончательно, лучше у вас пусть немножко останется, чем вы повредите луковицу. Ничего страшного, если чуть-чуть шелушинок у вас будет. Ну, постарайтесь как можно чище. Так, вот мы все очистили. Отсюда у нас будет идти побег. Если у вас встретилась луковичка, у которой остались старые корешки прошлогодние, так бывает. Нужно взять не острый какой-то предмет. Ложка вполне подойдет. Подцепите аккуратно. Как правило, она замечательно счищается. Эта часть старая. Как видите, вот уже и новенькие корешочки пошли. Старых нужно очистить. Ну вот, все готово. Если что-то остается, еще раз говорю, значит остается, не очищается. Что делать? Посмотрите, на луковички могут быть и боковые росточки. Вот здесь и здесь. Тоже снимем поаккуратнее, поосторожнее. Значит, вот одна у нас готова. Сейчас почистим вторую. Так, вот на этой луковичке у нас уже начал прорастать. Маленький росточек и тоже вот есть боковой раз и боковой два. Постараемся его не повредить. Так, луковички мы почистили. Что же с ними делать дальше? В любом случае, они обязательно протравливаются в одном из растворов. Вот я взяла крепкий раствор марганцовки. Там я уже сложила все луковички. Они у меня там замечательно плавают от получаса до часа. Это может быть раствор хома или другого медь содержащего препарата. Любого. Либо максим. Он хорош для луковицы, клубней, чтобы не было никаких грибковых заболеваний. Очень хороший препарат. Ну вот у нас сейчас марганцовка у нас все протравилось. Луковички у нас протравились. Вытаскиваем аккуратненько. И гладиозов немного, так что рассмотреть на их примере будет быстро и несложно. Так, как видите, две вот эти наши почищенные луковички вполне себе очень даже в хорошем состоянии. Сейчас мы их положим на протравливание. А эти я вам покажу. Значит, вот смотрим. Раз, луковичка. Вполне красивая. Нет на ней никаких пятен. Вот два луковичка. Тоже вполне себе красивые. Это старые корешочки. Это не гниль никакая. Вот еще одна луковичка. То же самое. Здесь старые корешки. А вот на этой луковичке сразу видно. Вот они места, которые каким-то образом подверглись гниению. Оно может быть самое различное. Ну вот, подверглись. Что делать? Видно, что луковица сама весьма даже крепкая. Выбрашивать ее жалко. Да и, в общем-то, ее не нужно. Нужно просто удалить аккуратно вот эти вот места. До здоровой ткани. Как раз вот здесь вот лучше немножко срезать здоровой ткани, чем оставить больную. Это не чешуйки. Так. Вот одно пятнышко у нас было. Зачистили. Видите, луковичка очень хорошая. Это у нее внешние вот такие вот повреждения. Сейчас мы их поправим. Если луковичка сильно повреждена, то, возможно, нет никакого резона ее вырезать. Может быть, сразу просто выбросить. Но здесь вы видите, что она вполне свеженькая, молоденькая. Можно сказать, даже этого года будет молоденькая. Беленькая. Значит, что делать с такими срезами? Их обязательно нужно замазать. Они же должны быть как-то обработаны. То есть это может быть какой-то из антисептиков. Можно толченым углем. Активированный уголь взять, натолочь. Либо уголь древесный взять, потолочь. И присыпать срез. Это может быть зеленка. Но вот у нас это йод. Смачиваем и хорошо промазываем все срезанные места. Можно захватить немножко несрезанные ткани по вокруг. С одной стороны и с другой. Вот тут везде резали. Вот все это и промажем. Так, все готово. Пусть немножко подсохнет. Значит, что мы делаем дальше? А дальше есть разные способы. И используют, конечно, кому что удобно. Можно взять... Это взрослые уже луковички. Никакими детками. Мы с детками так не поступаем. Детки не чистятся. И детки не проращиваются. Сажаются сразу в грунт на постоянное место в начале мая. Взрослые просто кладутся в коробочку. И ставятся в не очень теплое место. К примеру, на холодильник. На проращивание серединок. Если будет очень жарко, они очень быстро у вас начнут расти. Поэтому, смотрите, может быть, чуть попрохладнее место сделать. И в таком состоянии вы их додерживаете до высадки практически за 2-3 дня. Вы берете какую-то емкость. Туда кладете ткань. Проливаете ее водой, чтобы она была влажная. И раскладываете свои луковички на эту ткань. За 2 дня они вам дадут корешки. Маленькие, большие не нужно. Вот такие, как здесь. Видите? Иначе, если будут длинные, как бы не поломались. И все. Можно высаживать. Это не мой способ. Я так не буду использовать. Значит, следующий вариант. Можно взять любую емкость. Насыпать туда субстрат. Это может быть земля, торф, кокосовый субстрат, может быть, либо опилки. Смесь должна быть влажная. Не мокрая, а влажная. Вот земля из пакета, она влажная. Вполне достаточно. Луковички размещаются на ней, слегка вдавив в поверхность. Прямо уж совсем сильно не надо, но все-таки вдавить, чтобы она углубилась. Так все луковички. Идеальный вариант, если внизу под корнями примерно 3-4-5 сантиметров грунта. Поэтому я взяла вот такую вот пошире пложку. Если здесь будут бортики, еще лучше. Сверху можно будет прикрыть стеклом, либо какой-то пленкой до появления первых росточков. Дальше они уже выпустят корешки и будут у вас расти. Что сделала я? Я вам сейчас расскажу. Этим способом я тоже не буду пользоваться. Я очень хочу, чтобы мои луковички зацвели как можно раньше. Но места на окне у меня очень мало. Поэтому я не могу использовать большие емкости. Многие высаживают сразу, к примеру, в торфяные горшочки. Торфяные горшочки достаточно большие тоже. В них насыпается почва, полностью туда сажается луковичка и потом вместе с горшочком высаживается. Но вот горшочек мне не очень нравится. Он очень быстро сохнет. И с ним мне как-то очень тяжело. Не сложилась у нас с ним дружба. Поэтому я использую небольшие стаканчики. Дырочка в них уже внизу сделана. Земли много насыпать не надо. Вот такого количества вполне корешкам для пророста хватит. Чтобы они не стали расти очень быстро, но в то же время, чтобы выросли в нужное мне время, я их поставлю в прохладное место. Но для этого все равно нужно запустить уже жизненные процессы, чтобы они начали расти. Именно для этого я сделала все наоборот. Немножко не так, как я вам показывала. Я начала с влажной ткани. Два дня мои гладиолусы уже вот так простояли. Вот у меня корешки. И теперь я их уже с корешками аккуратненько помещу на проращивание. Вот так вот. Я их поставлю в более прохладное место, где не очень жарко. Они будут расти медленно. Но корешки-то у них уже есть. То есть корешки-то уже сейчас запустят процесс. А макушка не будет сильно вытягиваться. И как раз к высадке у меня будут и роски, и хорошие корешки. Вот такие вот у нас получились луковички. Если осталась в центре вода от протравливания, неплохо бы все-таки ее промокнуть салфеткой, либо какой-то тканью. Она, конечно, выветрится. Но сейчас она там есть. Значит, если мои луковички начнут подсыхать, либо расти очень активно, у меня есть место, куда еще подсыпать почвы. Так что они окажутся полностью в земле. При высадке я разрежу одну из сторон стаканчика. И просто перевалю аккуратно вместе с корнями луковички на нужное место. Если вы подписываете гладиолосы по сортам, если они у вас не перемешаны, то стаканчики надо подписать. Я использую для этого обычные ценники. Очень удобно. Пишу название. Можно сокращенно. И приклеиваем. Вот так. Теперь у вас точно ничего не перепутается. Еще раз повторюсь, что время проращивания луковиц и клубней от середины марта до середины апреля. Зависит от того, что вы хотите получить на выходе. Какой итог. Чем раньше вы хотите цветение, тем раньше вы саживаете. Если хотите гладиолосы, к примеру, получить в сентябре, к первому сентября, то вообще их не проращивайте. Сажайте в грунт без проращивания. А вот это у меня георгины. Я их также посадила на проращивание. Как видите, это просто большая емкость, в которой клубни аккуратно засыпаны землей. Ну, как георгины, так и гладиолосы. Вам останется только следить за влажностью грунта. Грунт не должен пересыхать. Не забудьте, там же уже корешки. Георгины здесь у меня, они еще даже не проснулись. Как знаете, клубни у них толстенькие, просыпаются долго. Первое, что увидите, когда проснутся ваши георгины, это росточки сверху. Я только что посадила, конечно, никаких росточков еще нет. Ну и тоже их в очень теплое место не ставьте. Вы же не хотите уже длинные-предлинные ростки вести, они еще могут поломаться в дороге. Достаточно, чтобы они просто проросли. Ну вот, клубни и луковицы готовы к высадке, можно сказать. Впереди осталось не так уж многое времени. Они нарастят корешки, выпустят росточки и будут радовать вас своим цветением. Будем рады, если вам видео помогло чем-то, каким-то советом или какую-то идею вам подкинуло. До встречи на нашем канале!